МАГАДАНСКОГО РЫБАКА Еще дополнительные меры необходимо принять, чтобы люди на льду не пропадали. Поиски продолжаются. Ледовая обстановка, как мы слышим постоянно от сотрудников Колумбского управления гидрометеослужбы, плохая. Тем не менее, ничего не останавливает. Мы должны посмотреть, как у нас ведется работа в городе Магадане, чтобы у нас не было ничего подобного. И вообще, в течение этого года, чтобы мы с вами не потеряли на море ни одного человека. Специалисты спасательной службы отмечают, что магаданцы игнорируют предупреждение сотрудников о чрезвычайной ситуации на льду. Рыбаки продолжают выезжать, не понимая, что это опасно для их жизни. Неприслушность к нашим беседам игнорируют, когда спасатели пытаются их предупредить о соблюдении элементарных мер, быть осторожными, чтобы предпринимать случаи каких-то непредвиденевых ситуаций. В местах трещинного разлома граждане, пренебрегая своих безопасностей, проезжают на данный участок. По неподтвержденной информации, со слов очевидцев, только за 16 января 2021 года в районе мысовосточной бухты Батарейна под лед ушло 4 автомобиля. Пятый унесло на льдине. Ну и один человек, как мы сейчас все знаем, пропал без вести. В данный момент поисковые работы ведутся, но пока безрезультатно. Ограничение выезда рыбаков на лед специалисты будут принимать дополнительные меры. Всех нарушителей будет фиксировать специальная техника. Далее в отношении этих рыбаков эксперты будут составлять протоколы. То есть мы будем сейчас использовать постоянный беспилотный аппарат, который у нас есть. Мы будем фиксировать, он очень хорошо фиксирует номера автомобиля, после чего эти данные будут передаваться для дальнейшего составления протоколов. Для того, чтобы оградить рыбаков от опасности и не выпускать их на опасные участки льда, комиссия приняла решение установить камеры видеонаблюдения на высотах, примыкающих к береговой черте бухты Гертнера. Сделают это с целью мониторинга акватории. Установка дополнительных камер позволит следить за выезжающими рыбаками на лед и отслеживать направление их маршрутов, поскольку спасатели физически не могут вести круглосуточное наблюдение с берега. Полиция Магаданской области провела акцию «Студенческий десант» для учащихся Северо-Восточного государственного университета. Все приглашенные студенты – будущие юристы. Ребятам рассказали о том, в чем заключается работа сотрудников полиции. Также специалисты показали студентам рабочие приборы для проверки автотранспорта. Будущим юристам даже выпала возможность представить себя в роли дорожных инспекторов и побывать в патрульной машине. Ребятам было рассказано о службе в органах внутренних дел в подразделении госавтоинспекции. Доведены основные задачи, цели госавтоинспекции по достижению показателей снижения аварийности, смертности на дорогах. Ребята ознакомились также с оперативно-техническими средствами и с применяемым автотранспортом в наших подразделениях. После экскурсии на улице ребята зашли в отдел полиции, где сотрудники госавтоинспекции сдают экзамены. Специалисты провели для студентов лекцию и ознакомили их с рабочим оборудованием. В службах госавтоинспекции направлений много. Здесь видите приборы, все это направление дороинспекции, технический надзор. Это все те направления деятельности, которые влияют непосредственно на аварийность, которые выстраивают механизм отношения всех участников дорожного движения, начиная от водителей, заканчивая пешеходом. Полицейские рассказали, как проводятся экзамены на получение водительского удостоверения. Самым интересующим вопросом для студентов стал вопрос о требованиях к кандидатам для службы в госавтоинспекции. Лаборатория по обогащению полезных ископаемых и учебный кабинет в Магаданском политехническом техникуме. В период пандемии рабочие профессии оказались востребованы. Механики, строители, программисты и многие другие трудятся на благо Магадана и области. Для того, чтобы стать отличным специалистом в своем деле, нужно не просто получить образование, но и набраться опыта. А сделать это без хорошей материально-технической базы невозможно. Основной смысл обучения это ребенку дать, чтобы он понимал систему работы этого всего. Но уже сейчас мы переходим в сферу электрификации. То есть большинство к 25-м году, к 30-м будет там электроавтомобили. То есть поэтому нам нужно свою материальную базу исходя из этого, то есть менять. И обучать на более современных стендах, тренажерах и так далее. Здесь нас и Министерство образования поддерживает, и сам губернатор в этом году нам выделили достаточно большие деньги, для того, чтобы мы приобрели современное оборудование именно по автомеханическому отделению. По словам сотрудников техникума, студенты и преподаватели постоянно пополняют свой багаж знаний. Делегация из Магадана даже ездила на соревнования WorldSkills в Казань. Это программа по профобучению и дополнительному профобразованию. Ну я так скажу, то есть мы подчеркнули для себя то, чего мы хотим добиться здесь на территории региона и посмотрели вообще систему работы и систему взаимодействия. То есть поставили себе цели для того, чтобы всем было интересно. Потому что если мы не будем достигать какого-то результата и не показывать студентам, будущим абитуриентам и родителям, что ваши дети, получившись в техникуме, могут стать и добиться вот этих результатов, то как бы, наверное, к нам никто и не пойдет тогда на обучение. «Мы продолжаем развиваться», – отметил Руслан Федорчук. Руководитель техникума рассказал, что нужно не только давать знания студентам, но и увлекать их профессией. Образовательное учреждение сможет давать своим студентам больше компетенций, что позволит абитуриентам найти себя в нужном профессиональном направлении. Следственными органами заведено уголовное дело по незаконной охоте на краснокнижных птиц-кречетов в Магаданской области. По версии следствия, двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения прибыли в Колымский регион из Алтайского края и Тюменской области для противозаконного отлова редких птиц. Находясь на морском побережье Охотского моря, в районе села Тахтаямск Ольского городского округа, группа подозреваемых по предварительному сговору в период с 16 октября по 10 ноября 2020 года отловили семь особей-кречетов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. С побережья на частном вертолете злоумышленники добрались до пригорода Магадана и пересели на автомобиль. Однако по пути движения преступников задержали сотрудники ФСБ. Находясь на Охотском побережье в Ольском городском округе, мужчины незаконно добыли семь особей-кречетов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. В дальнейшем они транспортировали незаконно выловленных птиц с использованием вертолета в город Магадан. По пути следования мужчины были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Птицы были изъяты. Незаконно добытых птиц на оценочную сумму в 8 миллионов рублей у преступников изъяли и отпустили в естественную среду обитания. По уголовному делу сотрудники следствия проводят необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается. С Нового года цена на проезд в маршрутках возросла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к повышению стоимости. Плохо, конечно. У меня никак, потому что я проездной покупаю. Отрицательно, конечно. Я не работающий пенсионер, у меня проездной. Вообще отрицательно. Цены должны быть ниже. Зарплаты не растут, а цены на проезд повышаются. Нейтрально. Часто на них не езжу. Вообще не езжу на них. Поэтому мне не касается это. Дорого очень, пенсионеры. Тяжело нам. Ну как? Все повышается, все повышается. Но пенсии-то у нас повысилось, но уж не так намного. Не очень, конечно. Единственное то, что мы пенсионеры, у нас проездной. Мне 71 год. Ой, я не местная, я в маршрутках не езжу. Редактор субтитров А.Семкин